Здравствуйте, здравствуйте. С администрацией по исполнению требований указано. Значит, видим, что покупатели обслуживают маской, да? В каждый магазин участники рейда заходят с понятным и привычным уже списком требований. На входе должны быть бесплатные маски и санитайзер. В специальном журнале здоровья указаны замеры температуры тела каждого работника. Есть обязательства и в отношении покупателей. У нас требования, какие обязательства у магазинов, что они не должны допускать в торговый зал людей без маски. И они не должны обслуживать покупателей без маски. За два часа рейда наша съемочная группа и сотрудники администрации обошли более пяти магазинов. И в каждом встретили покупателей без масок. Сотрудники уверяли, что бесплатные повязки в магазине есть. Но покупатели не хотят ими пользоваться и устраивают скандалы. Вы не имеете права вот такие вот ответы, что я не буду носить маску. А теперь по указу, да, теперь мы можем уже предъявить, что да, мы можем вас не обслужить, если вы действительно не оденете масочку. Маски сейчас вот раздали уже и на кассы, чтобы если что, и на входной зоне прям предлагаем, чтобы сразу одевали на входной зоне масочки. То есть это уже будет серьезнее. Рейды по магазинам сотрудники администрации будут проводить еще неделю. А через месяц они проверят точки торговли повторно, но уже с полицией. И если руководители магазинов не учтут замечания, их ждут штрафы в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.